Ну я думаю, ни для кого не секрет, что на работе, когда делают туфту обычную, то слишком много рассуждают о том, что я сделал сегодня то, то, еще то. Вот у женщин бывает такой типовой, скажем, разговор об их обязанностях. Как правило, ее обязанность втыкается всегда в мужскую обязанность, так как обязан я, обязан и ты. Что обязана женщина? Зачастую мужчина обязан там обеспечивать, добывать и так далее, потому что на женщине, по ее мнению, лежит намного больше обязанностей. Попробовал бы мужчина их исполнить. Он-то, по сути, обеспечивая все материально, всего лишь там 10% работы делает, а я-то вот такая, гримычная, делаю все остальное. И какие обязанности, как правило, называются? Только те, которые нужны самой женщине. Вот в этом и есть обман. Я сказал, что это одна из форм обмана. Дело в том, что это из ряда будет, ну как я бы сказал, например, жене, что, ну смотри, ты уж обеспечивай тогда весь наш быт, абсолютно все делай, и деньги зарабатывай, и по дому делай. Потому что мне и так непросто живется. Мне нужно напиться, с ребятами там, с друзьями посидеть, на рыбалку съездить. Смотри, сколько я выполняю работы. А ты что? Тебе только деньги достать там, сготовить, убраться и все. А на мне все остальное. Ты что, будешь напиваться? Ты литр можешь выпить за раз? А я выпиваю за раз литр. Пожалуйста, ты два раза выпьешь и готова, а я каждый день выпиваю. У меня уже белая горячка. Вот ты бы разве так смогла? Вот понимаете, наверное, меня жена бы не оценила. Сказала бы, а на кой черт мне это? Чтобы ты выпивал каждый день по литру, чтобы у тебя белая горячка была. Лучше бы ты этого не делал. И в принципе она была бы права. Но женщины зачастую себя ведут именно так. Они пытаются то, что им нравится, скажем, назвать своими обязанностями и поставить себе это в заслугу. И более того, вы должны им каким-то образом это компенсировать. И какие это обязанности, как правило, как практика показывает? Ну, в первую очередь, это дети. Я детей воспитываю. Очень часто, даже посмотрите в интернете, когда возникают какие-то срачи там откровенные, мужчина-женщина, попробовали бы они детей рожать и воспитывать. Я говорил в других сюжетах. Ну, может быть, это субъективное мнение. Дело в том, что женщине дети нужны намного больше. У мужчины нет каких-то гормонов, которые в какой-то момент ему будут включать программу снести яйцо. И поэтому глобально, если у мужчины детей не будет, ну, по крайней мере, с ума он не сойдет. Ведь, понимаете, у женщин это все значительно сложнее обставлено. Есть даже заболевание, ложная беременность. Представляете, что настолько может женщине крышу снести на фоне отсутствия беременности, что она считает, что она беременна, у нее живот растет. То есть, визуально это будет выглядеть как беременность, при этом беременности никакой нет. Вот такой крышеснос. Ну, настолько мужчины, я не представляю, чтобы детей хотели. Ну, будет-будет хорошо, не будет тоже хорошо. Поэтому дети нужны в основном женщине. И более того, мужчине с этих детей прилетает огромное количество забот. То есть, реализуем там на 90% условно говоря женскую мечту, на 10% мужскую мечту мужскую. А в итоге содержит на 90% наоборот мужчина. То есть, вот эта женская обязанность почему-то в основном ложится обязанностью на плечи мужчины. Но, тем не менее, женщина будет утверждать, что я детей воспитываю, поэтому ты должен все остальное делать. Следующий момент, который женщина тоже будет утверждать, что это ее как бы обязанность, это на более раннем этапе. Следить за собой. Ты должен оплатить кафешку, потому что, я там, не знаю, на косметику потратилась. Очень часто такое тоже встречал и от баб слышал, что женщина, едя на свидание, уже столько вложилась в косметику, что ей, грубо говоря, нужно отбить. Хотя бы пожрать на халяву. Но, опять же, возникает вопрос, а что нужно мужчине вообще от этой жизни, сейчас немножко в тенек уйду, от женщины. Неужели нужна шпаклевка на ней? Понимаете, если оптимально, женщина должна быть красивой. То есть, шпаклевка это уже, по сути, недостаток. Это значит, что истинная ее такая природная красота не настолько велика, что ее надо подшпаклевать. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что если все-таки женщину рассматривать не для каких-то разовых перепихушек, а для серьезных отношений, то, в первую очередь, это, конечно, не внешний вид. Лучше бы она тогда себя приводила в порядок душевно, духовно и так далее. Это было бы намного больше пользы. А это бесплатно. За это платить не надо. Ну и самое главное, что действительно мужчину пытаются обмануть, выдать ему, ну, человека в данном случае не вещь, не таким, каким он является, подшпаклевать. По сути, сделать обман. Женщина сама себя не видит. Что значит выглядеть хорошо для мужчины? Выглядеть лучше, чем ты есть. Обмануть, в первую очередь. И опять же, это ложится некой обязанностью на плечи мужчины. Что, а ты должен компенсировать вот этим. Тоже весьма странно. То же самое, что мужчина пришел бы и сказал бы, я вот себе ботинки новые купил, ты мне их должна компенсировать. И сказал бы он это ни много ни мало на первом свидании. Ну и еще один момент. Пожалуй, их действительно три. Это уже, если живете совместно, уборка в квартире. То же самое, женщине чистота, как показывает практика, нужна намного больше. Не потому, что даже мужчины свиньи, а потому, что мышление более стратегическое. Если я занят каким-то делом глобальным, которое, творчество может быть, которое мне доставляет удовольствие определенное, я действительно могу откровенно забить на то, что у меня будут там носки по квартире разбросанные по всей квартире. Женщина не может заняться чем-то стратегическим. Ее жизнь, в принципе, более тактическая. Она мельче, скажем, берет. И поэтому для нее вот эти как раз носки будут жутким раздражителем. Ей, а не мне, будет намного выгоднее, чтобы дома было чисто.